Вы когда-нибудь задумывались, сможет ли кто-нибудь заработать более 1 триллиона долларов? Пока что только компании достигли такого значения. Но, как говорят, будущие индивидуальные триллионеры живут уже сегодня. Такое высокое значение, как триллион долларов, связан с большой неопределенностью. И в первую очередь это, конечно, связано с тем, что многочисленные перемены могут повлиять на цену акций компании, которая может мгновенно вырасти или уменьшиться. Пока что лишь горстка компаний добилась титула на триллион долларов. Но рыночные колебания заставляли эти компании входить в этот клуб или выходить из него. К примеру, Apple стала первой американской компанией в 2018 году, носящей корону компаний на триллион долларов. Также в том же году последовала ее примеру и компания Amazon. Microsoft присоединилась к ним уже позже, в 2019 году. А вот только в 2020 году в клуб вошла материнская компания Google Alphabet. Участие этих компаний в клубе компаний-триллионеров начиналось в разное время. Но на данный момент все эти компании являются активными членами данного клуба. Но сегодняшний выпуск посвящен не компаниям, а людям, которые в дальнейшей перспективе могут стать первыми в мире триллионерами. И хотелось бы начать с главы Amazon Джеффа Безоса, который довольно продолжительное время был лидером в списке богатейших людей мира. Напомню, что Джефф Безос основатель крупнейшего в мире интернет-ретейлера Amazon и одной из первых частных космических компаний Blue Origin. Amazon Безос основал 5 июля 1994 года. И изначально это позиционировалось как книжный магазин, но постепенно он превратился в магазин всего. Так озаглавлена биография Безоса. И изначально магазин назывался Кадабра. Безос занимает в компании должность генерального директора. В сентябре 2000 года основал космическую компанию Blue Origin. Если изначально ее целью были услуги космического туризма, то со временем амбиции выросли до разработки собственного космического корабля, ракет и ракетных двигателей. В мае 2019 года компания показала прототип модуля для посадки на Луну. В 2013 году Безос приобрел одну из основных газет США The Washington Post. А в 2017 году впервые стал самым богатым бизнесменом мира в рейтинге Forbes Real Time. Который обновляется в режиме реального времени. В 2018 году впервые возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. У Безоса есть собственные инвестиционные и благотворительные фонды. А также он был одним из инвесторов Google, Twitter и Airbnb. Ну а вторым героем нашего выпуска, конечно же, является Илон Маск. Который в пятницу стал богатейшим человеком в мире. Его состояние увеличилось на 9 миллиардов долларов и составило 186 миллиардов 500 миллионов долларов. Тем самым он вытеснил на второе место рейтинга главу Amazon Джеффа Безоса. И на тот момент его состояние оценивалось в 185 миллиардов 100 миллионов долларов. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние Илона Маска в данный момент оценивается в 209 миллиардов долларов. За последний год состояние Илона Маска увеличилось больше, чем на 180 миллиардов долларов, начиная с марта 2020 года. Тогда оно составляло около 24,5 миллиардов. Давайте кратко пробежимся по компаниям Маска. В 1999 году Илон Маск создал систему электронных платежей x.com. Она пережила крах доткомов и после слияния с компанией Confinity превратилась в PayPal, которую eBay купила за 1,5 миллиарда долларов. Доля Маска принесла ему первый крупный капитал, который он использовал для запуска своих следующих проектов. Ну и конечно же мы не пройдем мимо компании Tesla. На данный момент это единственная публичная компания из основанных Илоном Маском. Именно по ней судят о преимуществах и недостатках его изобретений. Давно существовавшие проблемы с производством в 2018 году были переодолены. И заводы Tesla вышли на планируемый ранее объем сборки 50 тысяч машин в неделю. Это позволило компании впервые получить квартальную прибыль. Хотя к экономической и даже социальной сторонам детища Маска есть множество вопросов. Технологически Tesla Model X является самым совершенным электромобилем на текущий момент. На волне интереса к зеленой энергетике Илон Маск с братьями Rife создали компании SolarCity. Продажи солнечных панелей, встроенных в крыши. А также аккумуляторных батарей PowerPack, позволяющих накапливать энергию от солнечных панелей. Не все проекты Илона Маска превращаются в бизнес. Например, проект сверхскоростного поезда Hyperloop американский миллиардер предложил использовать всем желающим. The Boring Company. С момента анонса проекта скоростного туннеля под Лос-Анджелесом прошло два года. За это время было получено разрешение и выполнено бурение пробного туннеля диаметром 3,7 метра и длиной 1,8 километра. Его создание обошлось в 10 миллионов долларов. А на то, чтобы прокопать туннель такой длины традиционными методами, ушло бы от 3 до 6 месяцев и около 1 миллиарда долларов. Компания Neuralink. В 2016 году Илон Маск объявил о новой сфере своих интересов в нейроинтерфейсах. Системах, позволяющих передавать информацию в компьютерные системы, считывая электрические сигналы в мозге. Это направление уже существует в науке и даже технике. Но область его применения крайне ограничена из-за сложности обнаружения и интерпретации сигналов. Ну и наконец SpaceX. SpaceX, пожалуй, самая известная компания Илона Маска. По крайней мере, она уверенно спорит за это звание с Тесла. Маск начал с идеи достичь Марса с помощью российских баллистических ракет. А потом разобрался в вопросе и решил, что гораздо дешевле самостоятельно разработать ракеты. SpaceX за 15 лет не только создала средние и тяжелые ракеты, но и вдвое снизила стоимость килограмма груза, выводимого на орбиту. В результате SpaceX сейчас доминирует на рынке коммерческих запусков. А дальнейшие инвестиции позволили Илону Маску потратить около 1 миллиарда долларов на разработку сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Ее заявленная грузоподъемность более 60 тонн. Более чем вдвое превышает возможности всех других существующих ракет. В качестве пробного запуска Маск в 2018 году отправил на Falcon Heavy Алый Родстер в космическое путешествие вокруг Солнца. Причем дальняя точка его траектории движения находится за орбитой Марса. На этом закончим краткий обзор компаний этих выдающихся предпринимателей. И давайте, друзья, в комментариях подумаем все-таки над вопросом, кто из них в перспективе может стать первым в мире триллионером. Обязательно свой ответ напишите ниже под видео. Еще хочется добавить, друзья, что мы с вами живем в уникальное время. Мы являемся с вами свидетелями событий, которые войдут в историю человечества. И все это благодаря таким людям, как Джефф Безос, Илон Маск и многим другим выдающимся людям из абсолютно разных сфер жизни. Абсолютно каждый из нас является частичкой этой истории. И каждый имеет возможность внести свою лепту и сделать наш мир лучше. На такой позитивной ноте, друзья, я буду заканчивать. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому выпуску, чтобы его посмотрело максимальное количество людей. И, конечно, не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные выпуски. Ну, а я буду с вами прощаться. С вами был, как всегда, Андрей. Я желаю отличного настроения вам и вашим близким. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!